МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше лет. И это настолько поражает мозг, что мурашки по коже. Вместе с учителем изучила историю всех экспонатов. А их в школьном музее немало. В 2005 году жителям Жаворонок предложили принести в образовательное учреждение старинные вещи. На призыв откликнулись многие. Так началась история музея. Любое дело зависит от человека. И у истоков музея стоял педагог-организатор у нас. Это Пихулина Татьяна Ивановна. Конечно, это ее было детище. Вообще, работа музея проходила кратной нитью по всей воспитательной работе школы на протяжении многих лет. Предметы быта, начиная с 17 века. Награды за спортивные и творческие достижения учеников школы разных годов. Фотографии истории о выдающихся педагогах. Артефакты времен Великой Отечественной. Этому периоды истории здесь уделяют особое внимание. На улице 4-я Советская находился во время войны госпиталь. И наши ученики давали концерты, всячески помогали раненым. Большой популярностью у детей пользуются предметы школьного обихода советского времени. Перьевая ручка, форма, пионерский галстук, печатная машинка. Вообще, все дети, которые приходили к нам, когда смотрели на машинку, не понимали, что это такое. Они видят буквы, видят, что что-то нажимается. Но связать это с тем, что раньше на этом писали, у них не получается. Музей делает уроки истории и общество знания нагляднее, уверена Александра. Вместе с коллегой они подготовили виртуальную экскурсию и заняли второе место на областном конкурсе. Теперь мечтают лишь об одном – чтобы площадь музея увеличилась и в нем появлялись новые экспонаты. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.